Я Саита Вармеля, сегодня 18 августа 2020 года, около 14 часов дня уфимского времени, у меня в гостях политический аналитик Альфия Узенбаева. Куштау без компромиссов поставил несколько важных вопросов, в том числе вопрос о народной собственности на природные ресурсы и стратегические предприятия. 19 августа, то есть завтра, мошенники, прикрывающиеся государственными должностями, запланировали проведение так называемого инвестиционного сабантуя на юго-востоке Башкортостана в городе Сибаи, где намерены провести очередной раунд распродажи вотчинных земель башкортов, с чем башкорты, естественно, не согласны. Ну, бандиты 90-х под видом инвестиционного сабантуя Сибаи распродают месторождения и ресурсы. Месторождения юго-востока – это золотоносные месторождения, то же самое в Хайбуринском районе, в Авзелимовском районе, это поселок Салават и поселок Подольское. Самое богатейшее месторождение, куда заходит русская медная компания и куда заходит уральская горно-метеорологическая компания, обе главные организации находятся в Екатеринбурге. То есть у нас идет добыча, мы являемся ресурсной базой, ну, как и Куштау, да, добыча, прибыль получает у нас Екатеринбург, то есть Россия, да? Место Павки – это Челябинская область и Оренбургская область, это территории исторического Башкорстана. Ну, я как правозащитник хочу напомнить о том, что имеется такая декларация ООН о правах коренных народов от 2007 года, которая установила, что на исторических землях коренных народов не может быть принято ни одно стратегическое решение без осознанного, однозначно выраженного согласия коренного народа. Такое согласие Башкорты не дают. Причем Башкорты уникальны в том, что мы наделены вотчинным правом на свои земли. Для тех, кто не понимает, что такое вотчинное право, это право книжения на своей территории, закрепленной нашими предками, да? Поэтому мы очень таким трепетным чувством относимся к бережливости своим землям, своим ресурсам и недрам. По поводу приватизации 90-х олигархами в частную собственность наших башкирских крупных компаний. Та же самая у нас Сибая, например, башкирская медно-серный комбинат, который ушел с молотка под УГМК-холдинг Екатеринбург, и БСК, башкирская содовая компания, которая, по сути, не является башкирскими организациями на сегодняшний день. Мало того, с приходом олигархических кругов 2000-х годов начался вытеснение башкирских кадров, инженеров, директоров, и наши башкирские кадры утекли за пределы территории исторического Башкортостана. То есть они где-то на северах, где-то в Москве, где-то в иностранных государствах. Да, практически все взрослое население Башкортостана, я имею в виду именно башкортов, поскольку это самая преследуемая и унижаемая часть населения в нашей республике, в Башкортостане, взрослое население находится вахтовым способом на севере, и в последнее время уже даже и за границу выезжают. То есть мы теряем свой народ на своей территории. При этом очень активно мигрируют сюда армяне, в Сибае еще есть и курды, это почти армяне. То есть башкорты вынуждены выезжать за пределы Башкортостана, их места здесь на месте занимают армяне и представители других диаспор, недружественных для башкортов. И даже если бы они были дружественными, мы хотим жить на своей земле и сами определять вообще, кого пускать сюда, на свою землю, а кого нет. Вот в связи со сложившимися обстоятельствами, я предлагаю башкорты, которые находятся в состоянии вынужденной вахтовой работы, те, которые здесь, может быть, вы больше не уедете, те, которые на вахте, может быть, вы вернетесь и тоже не будете покидать родную землю. Я предлагаю осуществить следующее. У нас, мы богатейший народ на земле. Урал – это самая богатая всеми видами ресурсов республика. Причем мы не хотим жить за счет хищнической эксплуатации этих ресурсов. Мы найдем способ взаимодействия со своей природой такого, чтобы мы заботились о природе, а природа у нас, у башкортов. Поэтому вот такие предприятия, как Башкирская содовая компания, которая на самом деле является олигархической, олигархической компанией, не башкирской, то есть олигархической содовой компанией, лесопромышленная компания «Селена», «Башнефть», «УГМК», «РМК». Я вам предлагаю забрать эти компании, вернуть их народу. Каким способом вернуть? Тем же способом, я полагаю, как мы отстояли Куштау. Это наша народная собственность. Не то чтобы прибыли от этих предприятий, потому что мы их обязательно модернизируем, так, чтобы они не наносили вреда окружающей среде. Но даже сегодня доходов от этих компаний хватит на то, чтобы безбедно жили все башкорты. Давайте останемся на своей земле и наведем здесь порядок. Что я еще предлагаю? Я предлагаю перестать платить налоги вот в это грабительское государство, которое на Куштау показало, что оно просто нас избивает, оно относится к нам, как к скотине. Вот это государство нам не нужно. И оно у нас просто вообще последние деньги забирает на налоги. Просто вообще превратили нас в рабов. Также не платить за коммунальные услуги. Живя на своей богатейшей земле, мы вынуждены платить за тепло. За тепло. Мы же северный народ. Мы вынуждены платить за тепло, за свет, за воду. Это богатейшие водными ресурсами республика. Мы не должны платить за это. Это все наше. Поэтому перестать платить, во-первых. Во-вторых, если начнутся проблемы с этими электротепловодоснабжающими организациями, немедленно забирать их под свой контроль, немедленно забирать в собственность, народную собственность. Вот. Ну и я думаю, что еще, наверное, что-то Альфия добавит. Ну, по Сиба я скажу, что у нас очень много, большая курдская диаспора. Мы не знаем, на что они проживают, как они проживают. На официальных должностях их нету. Они не работают официально. Но проживают они почему-то лучше, чем некоторые башкиры. Большой вопрос и военкомату, почему их не забирают в армию. При том, что всем известно, что рождаемость в 2090 годах падала. Там идет недобор среди новобранцев. И какие-то льготы курдской диаспоре при этом. И при этом забирают наших больных ребят. Вычеркивает заболевания со списка. Куда-то исчезают медицинские карты. И наших не совсем здоровых ребят забирают на защиту Родины. Чьи интересы они защищают? Олигархов каких-то. Я бы своего ребенка не хотела бы отправить в армию. Что касается армии. Для башкортов не секрет, знает ли об этом Россия. Вообще основа российской армии – это башкорты. Потому что исторически башкорты – это воины. Воинская дисциплина для башкорта – это врожденное свойство. Поэтому вообще во всех воинских частях просто чуть не драка идет за башкортов-призывников. Но действительно, куда наших ребят забирают? Россия ведет войны за пределами территории Российской Федерации. Это совершенно не наши войны, это не наше дело. Поэтому мое предложение заключается также и в следующем. То есть не отдавать ребят в армию. Те ребята наши, башкорты, которые в армии, возвращайтесь. Вы нам нужны здесь все. У нас есть исторические земли. Нам нужно защищать здесь мир, а не участвовать в войнах на чужих территориях. Причем калеча, теряя свой народ в этих войнах. Что ты хочешь сказать? Я не понимаю, зачем башкортом служить вообще за пределами исторического Башкортостана нашего. За чьи интересы и почему участвуют в каких-то конфликтах локальных, не относящихся вообще к патриотам России, к патриотам Башкортостана? Ну, таким образом, вот у нас все взрослое население всех мужчин и даже практически сейчас большинство женщин у нас мигрирует на вахтовую работу. То есть в Башкортостане их нет. Молодежь у нас забирают в армию. Здесь остаются армяне и курды хозяйничать. Их в армию не забирают. Кто это вообще? Что это за народы? Откуда они у нас появились? Почему у них такие преференции? Почему, если по Уфе едет иномарка, так в ней обязательно сидит вот оно самое бородатое, чёрное бородатое? Я хочу напомнить о том, что, согласно историческим данным, и вот Альфия, наверное, подтвердила бы, земли башкортов от Волги до Табола и от Казахстана на юге, это мы сейчас говорим о территории Российской Федерации, до земель финно-угорских народов на севере. Башкортостан, давайте мы наведём здесь порядок, мы останемся здесь, мы выгоним тех, кто мешает нам жить, кто отнимает у нас ресурсы, кто вообще, имея холопское мышление, холопское мышление, вы понимаете, да, холопы, они же хитрые, они привыкли изворачиваться, и мы поставлены с ними в равные условия, мы же доверчивые, мы великодушные, поэтому вот эти холопы в условиях коммерции, они оказываются везде впереди нас. Поэтому я предлагаю, почему я сейчас говорю об исторических землях, в Башкортостане мы наведём порядок, на наших исторических землях Башкортостан проживает много народов. Если вы с нами согласны, что народ является собственником всех ресурсов, что народ не должен платить за то, чтобы жить, за то, чтобы дышать, за то, чтобы пользоваться водой, светом, теплом, присоединяйтесь к нам, на исторических землях Башкортостан мы поможем всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...